Владимир Стеклов Актер театра и кино, народный артист России, окончил Астраханское театральное училище. Затем почти 10 лет работал в провинциальных театрах в Петропавловске-Камчатском и Кинишме. На гастролях в Москве талантливого актера заметили и пригласили в труппу театра имени Станиславского. Так начался новый виток в жизни артиста Владимира Стеклова. Впоследствии ему довелось сотрудничать с ведущими столичными театрами, в числе которых Ленком, театр имени Моссовета, Сатирикон и другие. Кинокарьера Владимира Стеклова также складывалась блестяще. Несмотря на довольно поздний дебют в 35 лет, он стал одним из самых востребованных и узнаваемых актеров российского кино. На сегодняшний день фильмография артиста насчитывает более 100 работ. Думаю, все поклонники вашего творчества прекрасно знают, что в свое время вы работали в Петропавловске-Камчатском. Ваша карьера продолжилась в столице, но сейчас с гастролями вы нередко возвращаетесь на Дальний Восток. С какими мыслями и чувствами вы сюда возвращаетесь? С огромным наслаждением. Потому что я, как и многие, наверное, кто даже когда-то единожды здесь побывал, влюблены в этот край. И это действительно здесь начинается Россия. Не только солнце восходит, а все самое лучшее, что есть в менталитете. Ведь россиян, я думаю, отсюда зарождается и проникает дальше, дальше, дальше. Поэтому, с одной стороны, это действительно всегда радостное ожидание. С другой стороны, трепет, потому что, как вы правильно сказали, когда уже не единожды, а еще, 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 всякий раз надо не только приезжать, чтобы показать, каким ты стал и что с тобой стало, но как-то и удивить, с чем ты сюда приехал, чтобы это было... Ну, во всяком случае, не случилось таким легким разочарованием для зрителя, потому что это основной критерий местный зритель, который довольно искушенный, это в первую очередь требовательный, и его, что называется, на менте не проведешь. Поэтому суда, как Гамбург, вот, и здесь тот самый гамбургский счет. Хочу поговорить о вашей работе в качестве художественного руководителя Московского современного художественного театра. Это такое довольно новое дело, да? На самом деле сейчас немало, во всяком случае, в Москве немало новообразований, которые, ну, если раньше это были такие антрепризные движения, то сейчас все пытаются каким-то образом, ну, придать этому дух все-таки театра со своим репертуаром, со своим эстетическим, этическим и каким-то, ну, скажем, стилем художественным. Поначалу, наверное, это отражается в названиях, потому что я еще, помимо своего театра, играю «Ля театр», где я играю спектакль «Вишневый сад» с огромным количеством известных звезд театра и кино, это и Станислав Любшин, это и Дмитрий Ульянов, это и Анна Дубровская, и Александра Розовская, и Павел Любимцев, я называю только и Владимир Епифанцев, я называю актера, кто занят в этом спектакле, или там, допустим, мы играем недавние совсем премьеры прошлого года, поставленная по пьесе Питера Шефера «Игра», поставленная Сергеем Алдонином, где мы вместе с замечательным артистом Маратом Башаровым. Это премьера прошлого года, это не спектакль, который не принадлежит Московскому современному художественному театру. Что же касается вот этого искушения, ставить самому, то поначалу меня это очень насторожило, потому что, ну, как однажды мне сказал один мудренный опытом человек, говорит, ну, что такое, когда актеры идут в режиссуру, это одним хорошим актером становится меньше, а одним плохим режиссером больше, вот подумай прежде чем. И я попробовал, не знаю, пока еще рано, может быть, приговор себе самому выносить, но я попробовал и поставить, и еще и поруководить, не только поставить, но и поруководить такой общей творческой какой-то составляющей. Каково это? Ну, это очень ответственно, во-первых, действительно, потому что ты не только в художественный процесс погружаешься, но и, к великому сожалению, но это специфика работы нашей, от этого никто не застрахован, но и в организационные какие-то вещи, и зачастую форс-мажорные. Ну, вот, далеко ходить не надо, мы сюда должны были приехать с замечательным артистом, с которым мы и выпускали этот спектакль, семейка Фаня, Владимир Долинский, да, Володя Долинский. К великому сожалению, вот, его прооперировали, и, ну, дай бог, что все нормально, там все хорошо, но это случилось буквально накануне поездки. Надо было, во-первых, срочно вводить актера, а во-вторых, кого, потому что у всех ангажированных, как принято говорить, медийных лиц, расписано много-много-много вперед, и все говорят, ну, еще на один, там, два дня еще как-то слетать можно, но на такой уже срок, когда такие крупные большие города ни у кого не оказалось, кого бы ты очень хотел позвать, и кто готов был откликнуться на твое предложение. Хотя для меня, я говорю, это всегда стрессовая ситуация, когда надо вводиться в большой проект. Тут ведь еще вопрос такой, как, ну, уже кто-то сыграл, а ты вроде бы, ну, на подхвате, ты вроде бы второй. Хотя для профессионального и знающего у себя ценного человека это, я думаю, не является каким-то сдерживающим фактором, но все равно мы все из комплексов сотканы, и это порой и срабатывает. Так вот, отвечая на ваш вопрос, так хотелось коротко сказать, но вот эти самые организационные вопросы, которые, казалось бы, тебя не должны касаться, они очень и очень больно на тебя воздействуют. Потом ты же не бросаешь свою основную еще деятельность как актера, а это значит, ты играешь еще не только в театре, но и снимаешься в кино. Вот, и это как преподавание. Я имел один опыт, когда меня пригласили в ГИТИС тогдашний, потом это стала Российская Академия театрального искусства, вот, и меня все-таки пригласили, уговорили. Я выпустил в 2005 году курс и сказал, что все, закаялся больше, хотя предложение было следующее набрать курс. Я сказал, что нет, это все-таки есть в этом некоторая такая позиция свадебного, вернее, даже не позиция, статус свадебного генерала. А быть с ними постоянно, с этими своими учениками, ты не можешь, потому что ты еще и продолжаешь работать. А что такое кинематограф? У меня сейчас три параллельных проекта в кино, и дай бог вырваться вот на неделю с небольшим на Дальний Восток, потому что едет твой театр, а у тебя в этот момент съемочный период в таком проекте, как Борис Годунов. Вот, кстати, его же ведь запустили, да, буквально недавно? Мы уже снимаем. То есть вы уже тоже выходили на площадку, да? Да, мы уже с Сережей Безруковым, с Юрой Колокольниковым, с... Мерзликин там. Да, он играет Шуискова с Витей Сухоруковым, мы уже были на площадке с Аней Михалковой, поэтому я вот сейчас приеду, но с павильона пока, потом где-то локация начнется уже, и, ну, то есть будет натурная площадка. Да, да. Владимир Александрович, что касается репертуарной политики вашего театра, ведь невзирая на наличие в нем слова «современный», насколько я понимаю, вы собираетесь делать серьезный акцент на классику. На данный момент у вас есть постановка Анны Карениной, и, насколько я слышала, еще в планах «Братья Карамазовы» и «Война и мир». Да. Я вам скажу, с одной стороны, ну, конечно же, это очень, ну, лестно, что ты не какие-то делаешь, но такие, извините, поделки. Хотя среди современной драматургии есть, ну, хорошее произведение, ну, как материал, конечно же, что ж тут говорить о том, что Толстой или Достоевский – это ли не праздник. Но скажу вам еще больше, что это не только мой выбор, а, скажем так, заказ. Вот сейчас есть такая, ну, говорят, что зритель голосует, да, ногами. Рублем. Да, рублем и прочее. Но и люди, которые хорошо занимаются и знают этот весь процесс эксплуатации, а именно прокатчики их называют, то вот они и сказали, что, ну, может быть, это сопряжено с таким, ну, действительно хорошим зрительским успехом Анны Карениной. Толстой очень хорошо спектакль идет, где я, ну, тоже играю сам Каренина, что довольно сложно, потому что одно дело ты в зале, да, а другое дело ты внутри спектакля, и, ну, и хорошо, и в то же время это сложно довольно. Поэтому, как бы я не хотел, но я надеюсь, что не буду, хотя опять говорят, нет, вот надо, имя-то нам нужно, все равно, что не просто вот название спектакля, чтобы там были имена. Вот, и они, когда ты начинаешь говорить, что молодые люди, когда-то я играл Митю Карамазову, но это было давно, но, а сегодня это молодые люди. Она говорит, нет, а как замечательно, вот вы Митя, а вот, ну, и называют, а это Алеша, а это, я говорю, да нет, они, они молодые люди, Алеша вообще 19 лет, Митя 28 лет, ну, это молодые совсем ребята, чего я полезу, вот. Да, ну, нет, ну, а надо, надо, и на все твои возражения, что хочется быть по ту сторону рампы или экрана, все-таки наталкивать, нет, должно быть имя. Поэтому, ну, хорошо, что это зрители, с учетом зрительского интереса прокачки выбирают такие названия, классику. С другой стороны, что хорошо, когда в афише не спектакли выходного дня, ну, по названиям, знаете, что можно встретить в каждом практически репертуаре каждого театра. Но хотелось бы, чтобы помимо этого было что-то еще. Это Достоевский, это Гоголь, это, конечно, вот Толстой. Развитие театра вот в современной России, оно начисто лишено той романтики, которая, безусловно, присутствовала, когда зарождались наши легендарные театры, ну, я имею в виду «Современник», да, или театр «Натаганки». Я думаю, что абсолютно не лишено. Не лишено? Я не буду говорить о провинции, потому что мне скажут, ну, ты ее совсем уже не знаешь, ты уже давно утратил ту самую, но связь. Но я скажу по Москве, огромное количество именно тех самых студий, начинаний, которые могут не просто претендовать на биографию того же самого «Современника» или там девятой студии «Мхаты», или там того самого театра «Вахтангова» с «Принцессой Турандот», собственно, из чего тогда и родился этот театр. Их сейчас немалое количество. Наоборот, такой взлет как-то было в середине и в конце 80-х. Вот перед нашим распадом появилось огромное количество так называемых студий. Как только не театр на досках, театр на кирпичах, театр на площади, доски в театре или там наш дворовый театр. Кто-то из них до сих пор так и остался. Я не буду даже называть их много, но и множество нового. Я думаю, один из них – центр Мерхольда, где Рыжаков очень хорошо работает в качестве вот их худрука и который ставят. Поэтому я не могу сказать, что… То есть совершенно не то, что не могу и там вправе или не вправе. Я считаю, что наоборот. Вот такая лаборатория – это, конечно же, и Фокина, Александринки. Это уже не Москва, а Питер. Театр наций у Миронова. Ну, огромное количество. И дай бог, я думаю, что это процесс вечный. Все поколения как постоянно говорят – нет, вот театр умер. Говорят, нет, да здравствует театр. И все эти разговоры – нет, а будет или не будет, и что, придет на смену? Я думаю, что какие ни не были там 3D, 4D, 7D или вообще, что называется, полное присутствие, никогда… Ну, во всяком случае, мне кажется, на наше… Я позволю себе так срифмоваться с вами, Саш, на наше поколение вряд ли надо ожидать. Покойник скорее жив, чем мертв. Не то чтобы смена, но пополнение театральных поколений происходит и в вашей семье. Ваша дочь Агриппина, ваш внук Данил, все они стали артистами. Ну, Данила – артист московского художества, не современного, а московского под управлением. Да, мухатый. Да, Олега Табакова. Играет во всех спектаклях молодого режиссера, ну, молодого по возрасту, а Константина Богомолова. Да, да, да. Он сыграл… Да и по возрасту, впрочем. Да, Даниле 24 года, и поэтому он молодой артист. Его сводная сестра, актриса, она закончила мастерскую Евгения Каменьковича, и сейчас работает у него в театре, в театре Фоменко, Маша Большого. Ну, Агриппина, младшая дочь тоже хотела пойти по этим же стопам и все прочее, но в результате сейчас вот мы уже заканчиваем третий курс факультета журналистики в МГУ, выбрали специализацию телевидения. Ну, и будем надеяться, что и дальше будет развиваться по тем же самым законам, потому что у меня, наконец-то, я все время ходил, боясь как-то, ну, что называется, делиться этой новостью. Потому что, ну, надо было, да, и Агриппина мне все время говорил, пап, что ты такой, вот что-то, что происходит, ты какой-то такой, вот, ну, что, ты одна что-то скрываешь. Я говорю, да нет, все нормально, но я очень люблю Чехова, ой, какие у него замечательные пьесы, ой, какой он замечательный драматург. Ну, и уже накануне этого события, я сейчас расскажу, какого, я уже пишу, как же я вас люблю, мои хорошие, как же я вас люблю. И вообще, Чехов замечательный драматург. Она мне пишет, пап, ты что, купил вишневый сад, что ли, да? Вот, нет, я сказал, что теперь у меня три сестры. У меня родилась дочь, третья теперь у меня Агриппина, Галафира и Арина. Поздравляю. Арина, да, вот. Вот, кстати, с чем еще стоит поздравить, так это с вашим днем рождения в начале 2018-го. Ну, да, 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 да. Скажите, Владимир Александрович, а для вас числа вообще имеют некое значение в жизни, как, ну, там, может, определенные отсечки, или вы вообще цифрами не измеряете какие-то этапы своей жизни? Я думаю, что это все-таки состояние души, а не паспортных данных. Я так думаю, потому что, ну, это без всякого кокетства, это такая условность. Ну, вот тебе сказали, вот, ты говоришь, а ты вот такое будешь, а ну давайте вот поиграем. Нет, ну ты себя не так ведешь, почему? Ну как, ну, ты же старик, тебе надо как-то вот так, а ты что? Ну, ты сумасшедший человек, что ли, ты ребенок. Подождите, мне 92 года, никаких 92, ты в песочнице, ты вот там с кирпичами, с чербачками играешь. Понятно условия, да, предлагаемых обстоятельств? Да, понятно. И так, ну, встань немножко, я понимаю, в 90 лет тяжело встать, но встань. И теперь резво прыгай в этом песочке. Вот, получилось, а у тебя не получается, а у тебя не получается, ты старик. Ну, подождите, мне 16 лет. Нет, тебе 92. Поэтому вот, понятно, да, все, игра в игру. Весь мир театр, да, все люди, это игра в игру. Поэтому, ну, если тебе это так важно, или там окружающим, ну, давайте залезем и посмотрим. Прям, о, ничего себе, да, на паспортные данные, о, ничего, а все остальное. И это не есть кокетство какое-то. Это в любом случае состояние души. И потом с цифрами, вот, каббалисты, наверное, как-то грамотно могут разобраться. А мы буквально как на уровне арифметики, не больше. Потому что, как сказал Циолковский, все наши знания, прошлое, настоящее и будущее, ничто по сравнению с тем, о чем мы никогда не узнаем. Да, это мудро. Спасибо вам огромное, что уделили нам время. Вам огромное спасибо. И дай бог, чтобы нам почаще в вашем замечательном городе встречаться. Редактор субтитров А.Семкин